Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Поучение Святаго Иоанна Златоустова. В скорби служат нам великому благу. Удивительно, как все, не только то, что по-видимому служит к нашей безопасности, но и противное тому обращается нам во благо. Чтобы убедиться в этом, выслушай следующее. Фараон повелел бросать младенцев в реку. Если бы младенцы не были бросаемы, если бы не было такого повеления, то Моисей не был бы сохранен и воспитан в царских чертогах. Когда он был скрываем, то не был в чести. А когда был положен в реку, тогда стал в чести. Это сделал Бог, дабы явить свое могущество и мудрость. Иудеянин с угрозой уговорил Моисею, «Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина?» Но и это принесло ему пользу. Случилось по устроению Божию для того, чтобы он удостоился ведения в пустыне, чтобы исполнилось надлежащее время, чтобы он любомудрствовал в уединении и жил в безопасности. И при всех огорчениях, причиняемых ему иудеями, было то же. Он делался еще славнее, подобно как было и с Аароном. На него восстали, но через это сделали его более славным. Ибо после того он украшается священническую одеждою. На него возлагается кидар и прочие принадлежности одеяния. Так что посвящение его становится несомненным. И после того он делается предметом удивления по своей золотой дщице. Если хотите, обратимся еще выше. Каин убил от брата, но тем самым принес ему более пользы. Ибо послушай, что говорит Господь. Голос крови брата твоего вопиет от земли. И в другом месте говорится. И крови крапления говорящие лучше, нежели Авелева. Он избавил его от будущей неизвестности. Доставил ему большую награду. И все мы узнали, какую любовь имел к нам Бог. Что он потерял, быв так скоро предан смерти? Ничего. А что, скажи мне, приобретают те, которые умирают позже? Ничего. Не в том состоит благоденствие, чтобы жить много лет или мало. А в том, чтобы пользоваться жизнью, как должно. Три отрока ввержены были в печь. Но через это сделались славными. Даниил был ввержен в ров. Но через это сделался более знаменитым. Видишь ли, как искушения всегда служат к великому благу и здесь, а не только там. В несчастье бывает подобное тому, как если бы кто-нибудь стал тростью сражаться с огнем. По-видимому, он поражает огонь, но делает его еще светлее и изнуряет самого себя. Так и несчастье бывает для добродетели причиной и поводом к ее прославлению. Ибо когда при несправедливости других мы вверяемся промыслу Божию, как следует, тогда наше достоинство сияет яснее. Так же, когда действует дьявол, то подвергающиеся его искушению становятся светлее. Какой вред, например, причинили все козни его Иову? Скажи мне, обратим внимание хотя на это, если бы не было диких зверей, ни постоянства ветров, ни болезней, ни печали, ни скорбей, ничего подобного, то чем сделался бы человек? Мне кажется, не подвергаясь ничему такому, он уподобился бы более свинье, чем человеку, стал бы предаваться объедению и пьянству. А теперь заботы и беспокойства – суть для него упражнения и училище любомудрие, суть средства доброго воспитания. И еще, представь, что кто-нибудь воспитывается в царских чертогах, не зная ни скорбей, ни забот, ни беспокойств, не имея случаев ни к гневу, ни к недовольству, пусть делается и исполняется все, чего бы он ни пожелал, и пусть все готовы служить ему. Не может ли такой человек сделаться неразумнее всякого животного? А теперь несчастье и огорчение – суть как бы оселок, изощряющий нас. Посему-то бедные по большей части бывают умнее богатых, подобно как обуреваемые и поражаемые сильными волнами. Тело, остающееся в праздности и бездействии, бывает болезненно и безобразно. А движущиеся, трудящиеся и переносящие тяжести, бывает благообразнее и здоровее, тоже бывает и с душою. Железо, когда лежит, ржавеет, а когда находится в деле, то бывает блестящим. Так и душа блестит, когда она действует, а к действию возбуждает ее несчастье. И способности погибают, если душа остается без действия. А действует она тогда, когда не все готово к ее услугам, ибо она возбуждается к действию противным ей. Если бы не было противного, то не было бы и деятельности. Например, если бы все было отделано прекрасно, то искусство не имело бы нам над чем трудиться. Так и душа, если бы все шло по нашему желанию, не имела бы деятельности. И если бы все нам удавалось, была бы бесчувственна. Не видишь ли, как мы приказываем кормилицам не всегда носить детей на руках, чтобы это не обратилось им в привычку, и они не сделались слабыми. Потому-то дети, воспитывающиеся в глазах родителей, бывают слабее, так как неблаговременная и неумеренная нежность вредит их здоровью. И умеренное скорбь есть благо, и заботы благо, и бедность благо. Крепкими делают нас добро и зло. Но то и другое обращается нам во вред, когда бывает не в меру. Первое расслабляет, а последнее поражает. Не то ли внушал и Христос своим ученикам? Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Если же они имели в этом нужду, то тем более мы. Если же мы имеем в этом нужду, то не будем роптать, но радоваться в скорбях. Все это суть врачевства, соответствующие нашим ранам. Одни горькие, другие сладкие. Но те и другие сами по себе отдельно были бы бесполезны. Будем же за все это благодарить Бога. Он попускает это не напрасно, но для блага наших душ. В чувстве признательности будем благодарить и прославлять Его. Будем мужественно бороться с бедствиями, помня, что они временные. И обращаться мысли своей к будущему, дабы мы могли и переносить мужественно настоящее. И удостоиться будущих благ. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. С которым Отцу вместе со Святым Духом. Слава, держава, честь ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Аминь. Из беседы на деянии апостолов. Продолжение следует.